Левит Шалом, друзья! Сегодня мы с вами начинаем разбирать Левит Самую нужную книгу Торы Книгу, с которой начинают детки с 5-летнего возраста Те, которые воспитываются в традициях иудаизма Детки с 5-летнего, с 4-летнего возраста Они начинают выучивать определенные вещи В книге Левит или Ваикра И сегодня мы начинаем ее рассматривать Но я не буду сильно много использовать мест из Торы Я только вам скажу, что в этой недельной главе Которая тоже называется Ваикра Господь говорит Моисею, что надо приносить животных И не только животных, в жертвы И приводит 5 видов жертв Которые необходимо приносить детям Израиля И всем нам, конечно То есть это было как прообразы Сейчас это никто не делает, потому что нет храма Но тогда был Мешкан И первоначально Господь Попросил Моисея изложить все детально И вот эти 5 жертвоприношений Которые на иврите называются Корбан Итак, первое Корбан Ула Второе Минха Третье Шламин Четвертое Хатат Пятое Ашем Я знаю, что не все знают иврит из моих слушателей Поэтому на русском языке оно переводится так Первая жертва Все сожжения Это Ула Вторая хлебное приношение То есть Минха Потом идет Шламин Это жертва мирная Четвертое Жертва за грех Правильно произносится Хатат И пятое Это жертва повинности То есть когда Непроизвольно согрешил И как я сказал Я не буду зацикливаться Подетально на всех Жертвах И пожертвованиях Но Хочу вам сказать, что Об этом очень много вы можете узнать Из-за Равинистического иудаизма Из людей, которые глубоко вникают в эти вещи Там очень много есть Много очень интересных вещей Я несколько раз сказал Много-много Потому что действительно там Интересная очень Воикра и начало Все книги Но я вам хочу сказать, что есть Равинистическое мнение И я с ним полностью согласен Что Так как нет сейчас Жертвоприношений животных Нам надо что-то думать О том, как нам сейчас Это перенести в нашу реальную жизнь Потому что Если мы просто будем бормотать Вот эти строки Левита И не понимая, о чем тут говорится Какой смысл вообще во всем этом И Мне понравилось очень одно Интересное Равинистическое мнение О том, что Каждый человек Каждый человек Он представляет из себя И жертву И священника Говорю вам Это не мессианское мнение Но оно мне очень понравилось То есть Каждый человек Когда приходит Господу В молитве Ну, может не каждый раз Но Надо стараться Представлять себя Сначала Жертву То есть Представлять Свою животную сторону У каждого человека Есть животная сторона То есть Это Чисто такая Эгоистичная сторона Можно ее сравнивать С любым Некошерным даже Животным И вы можете Представить себя На месте Вот этого животного И Вторая часть Вы представляете Себя Священника Который Приходит И Это животное Приносит Жертву Господу И Ну, вот Вкратце То, что В чем заключается Эта мысль То есть Это как бы Такая Медитация Опять же Говорю Это одна из сторон Иудаизма Ну, она мне Очень нравится То есть В каждом человеке Есть и отрицательная сторона И положительная Есть жертва Животная И есть священник Который приносит Эту жертву И Я Не хотел Акцентировать На Деталях Этой медитации Но Там есть Разумное зерно И Мы можем Проследить Это разумное зерно Как оно Развивается В мыслях Апостола Павла Или Равшауля Напомню Что Равшауль Апостол Павел Он был Фарисей из фарисеев Это он так сам О себе говорит А фарисей из фарисеев Потом Эта сторона Иудаизма Она Фарисеи Они развились Через школу Хилеля А Хилель Был последователем То есть Он был первоначальником Был Шамай Был Хилель Потом У Хилеля Был внук Гамалиил Внук И он учился У него Он был непосредственным Учеником Гамалиил А уже Апостол Павел Был учеником Этого Гамалиила И поэтому На мировоззрении Апостола Павла Который Фарисей из фарисеев Был вот этот Отпечаток Где Каждый человек Он является И жертвой И священником Вот почему Апостол Павел Говорит Что предоставьте Тела вашим Жертву Живую Святую Угодную Богу То есть Каждый человек Это жертва И потом Говорится Во многих местах О том Что мы Цари И священники Даже Петр Апостол Петр Или Равкифа Он был Первым Из Руководства Кихилы Всемирной Апостол Петр Апостол Йоханнан Иоанн Они говорят Что вы Цари И священники То есть Есть Как жертвенная Сторона У человека Так есть И священническая И Единственное В чем Я могу Спорить С этим Равинистическим Иудаизмом Что Если У нас Есть Если Настолько Все так Просто То Чем Тогда Иудаизм Отличается От Скажем Йоги Чем Тогда Иудаизм Отличается От Буддизма От Нью-Эйджа От Нового Века Кундалини У них У всех Есть Такие Мировоззрения Что Или Даже Корейское Знаете Вот Есть Такой Шар Там Такая Полоска И Внутри Два Кружочка То есть Как бы Есть Инин Яни Есть Мужская Женская Есть Такая Такая Есть Там Доктор Джекил Мистер Хай Знаете Такое Даже Кино Есть То есть Чем Тогда Иудаизм Вообще Отличается Я вам Скажу Чем Он Отличается Он Отличается Верой Мащиаха Это Одна Из 18 Одна Из 18 Основоположенных Основных Мыслей Иудаизма Вера Мащиаха И Для Мессианских Иудеев И для Верующих Даже Христиан Это Центральная Центральная Мысль И центральная Вера Вообще Вера Мащиаха Потому что На основании Своих Собственных Дел Человек Не может Оправдаться И В Торе Говорится Что Без Пролития Крови Нет Оправдания То есть Я не зря Поставил Эту бутылку С виноградным Соком Потому что Сам Мащиах И Напомню В Иудаизме Тоже Есть Такая Дея Что Есть Страдающий Мащиах И есть Мащиах Царь Который Придет Мащиах Бен Йосеф И Мащиах Бен Дави Мащиах Который Пострадал Он Пролил Кровь И Он Является Жертвой И Его Кровь Сам Ешуах Он Говорил Что Если Не будете Вкушать Плоти Моей И Не Пить Крови Моей То Вы Не И Унаследуете Того Что Отец Вам Завещал Поэтому Вот Допустим Сейчас У нас Идет Три Недели Остается До Пасхи И Мы Будем Вкушать И Тело Мащиаха Мацу Не Такую Конечно Но Это Как Прообраз Просто Я Показал Вам Хлебушек Это Как Тело Мессии Мы Просто В Молитвенном Состоянии Мы Представляем Себе Что Это Тело Мащиаха Это Кровь Мащиаха И Не На Основании Нашей Праведности У Нас Есть Вход На Небо И Я Только Об Этому Хотел Сказать И Что А Что Еще Я Хотел Сказать Я Ни В Коей Мере Не Обвиняю Сторонников Иудаизма Потому Что Происходили Определенные И В Послании Римлянам 11 Глава Там Все Четко Написано Что Это Должно Было Свершиться Что У Них Были Закрыты Глаза Но Это Не Вина Евреев То Есть Не Полностью Вина Евреев Основное Это То Что Церковь Как Ихила Она Не Могла Показать Сторонникам Иудаизма То Что Первоначально Было Задумано Господа Мадонаем Создателем Всего Всевышним И Церковь Не показала Любви В первую очередь И Второе Это То Что Сам Господь Закрыл На определенные Вещи Глаза Последователям Иудаизма И Только Поэтому Нет Вот Этого Всестороннего Понимания Что Через Кровь Мащеха Через Его Страдания Через Его Плод Через Его Учение Через Его Слово Которое Он Он дал записать Своим Последователям В книге Библии Как В Еврейской Библии Танахи Так И в Брит Хадаша Обновленный Завет С Израилем Господь Я Я С любовью Отношусь Ко всем Людям Которым Еще Не Открыто И Вот Почему Я Выхожу На улицы Города И Со Своими Друзьями Я Просто Молюсь И мне Все равно Как бы Есть там Еврей Или Он Не Еврей Или Я Не Разбираюсь Что У него За ДНК Того Кого Мне Господь Дает За Тех Я И Молюсь И Я Вам Скажу Что Господь Начинает Давать Свой Избранный Народ Даже Евреев Просто Мы Подходим Начинаем За шею Молиться У человека Две Недели Назад Было Потом Начинаем Говорить С ним Оказывается Он Еврей Я Ему Говорю Так Мащиах Тогда Ваш Вам Все Намного Проще И Я Благодарю Господа За Каждую Спасенную Душу Когда Мы Идем И Молимся И Еще Одну Вещь Я Хотел Сказать Что Насколько Я Знаю Я Сталкивался Очень Много Я Не Хочу Просто Выносить Сор Как Б Из 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 Но Я Сталкивался Что Неверующие Мащиах И 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 Много Видел Верующих Хасидов Которые Курят И Не Могут От Этого Избавиться И Я Просто Хочу Засвидетельствовать Что Меня Господь И И И И Освободил Я Не Знаю Мгновение Ока Но Я Считаю За Один День У Меня Ушла Зависимость От Алкоголя От Курения Я Полностью Освободился Если Я Рассчитывал На Свою Праведность Я Никогда Не Смог Бутылка Вина Чтобы У Меня Дома Стояла Не Открытая И Так Далее Я Вам Показал Кровь Иисуса Я Могу Такую Пить Могу Такую С Алкоголем Пить Потому Что Тот Самый Господь Кровь Которого Здесь Он Меня Освободил От Этой Зависимости И Я Совершенно Спокойно Отношусь Теперь К Таким Вещам Но Те Люди Которых Мощиях Не Освободил Им Очень Сложно Да Они Взывают К Отцу Но Они Не Могут Понять Насколько Сильна Вот Эта Любовь Они Не Представляют Насколько Сокрушающая Эта Любовь Она Разрушит Любую Зависимость И Зависимость От Алкоголя Я Кстати Хотел Показать Вам Не Мог Найти Где То У Такие Вещи Смотрю Хотя У Меня Была Зависимость От Алкоголя На Протяжении 20 Лет И Я Страдал Страдал От Этого И Семья Моя Страдала Но Я Ж Говорю Только Кром Мощияха Только Слово Слышанное О Нем Как В Обновленном Завете Написано Они Победили Его Кровью Агнца Силой Свидетельства Своего И Не Возлюбили Своей Жизни Даже До Смерти И Кровь Агнца Этого Агнца Бен Йосефа Она Очистила Меня И Я Теперь Живу И Радуюсь Бог Слышит Мои Молитвы У Меня Замечательная Жена У меня Все Есть Для Счастливой Жизни И Я Благословляю Вас Если Вы Не Приняли Еще Мощияха Примите Мессию Иисуса В свое Сердце И Он Даст Вам Полную Свободу Я Благословляю Вас Баруха Шем И Шаву Атов До Свидания Продолжение следует